Видео подготовлено для канала Уроки ТВ. Математика 4 класс. Автор Чекин. Часть 2. Задание 281. Миша при измерении площади фигуры с помощью палетки насчитал 12 полных клеточек и 9 неполных клеточек. Правильно ли поступил Миша, решив, что площадь фигуры приблизительно равна 16 квадратным сантиметрам? Какой еще ответ в этом случае можно было дать? Итак, мы знаем правило измерения площади фигуры с помощью палетки. Кратко напомню, что такое палетка. Палетка – это такая прозрачная пластинка, на которой нанесена так называемая сетка. Каждая ячейка этой сетки представляет собой квадрат со стороной 1 сантиметр. И таким образом площадь каждой ячейки равна 1 квадратному сантиметру или каждой клеточке 1 квадратному сантиметру. Так вот, мы накладываем палетку на измеряемую фигуру и дальше считаем, сколько в границах этой фигуры оказалось полных клеточек. Получаем какое-то число. Потом считаем, сколько в границах этой фигуры оказалось неполных клеточек. Это число мы делим на 2, потому что мы считаем, что 2 неполные клеточки приблизительно по площади равны 1 полной клеточке. И вот эти числа складываем. Число полных клеточек плюс половина числа неполных клеточек. И число, которое у нас получится, оно выражает площадь данной фигуры в квадратных сантиметрах. Ну а здесь что получилось у Миши? Получилось, что число неполных клеточек 9, то есть ему нужно было взять 12 полных клеточек, плюс 9 разделить на 2, и тогда у него получилась бы площадь. Но 9 на 2 не делится. Тогда в этих случаях можно поступать следующим образом. Мы 12 плюс 9 мы заменяем на чуть меньшее число. Чуть меньшее число – это 8. Но то, которое делится на 2. 8 разделить на 2. У нас получается 8 на 2 – это 4, 12 и 4 – это 16. Это то число, которое получил Миша. Этот ответ правильный. Но здесь получается, что мы как бы площадью одной неполной клеточкой как бы пренебрегли. Ну и поэтому 16 квадратных сантиметров – это приблизительное значение площади. Но можно было поступить и по-другому. Можно было 9 заменить на ближайшее, но большее число. За 9 идет у нас 10. Это число делится на 2. И вот таким образом можно было рассчитать площадь. 10 разделить на 2 – это 5. 12 плюс 5 – это 17 квадратных сантиметров. Таким образом у нас получается 2 ответа. Ну и в принципе оба они правильные. Ну каждый из этих ответов в той или иной степени точности отображает площадь измеряемой фигуры. Таким образом запишем ответ. Еще раз прочитаем вопрос. Правильно ли поступил Миша, решив, что площадь фигуры приблизительно равна 16 квадратным сантиметрам? Да, Миша поступил правильно. Да, Миша поступил правильно. И второй вопрос. Какой еще ответ в этом случае можно было бы дать? Но можно было бы дать и такой ответ. 17 квадратных сантиметров. На этом все. Задание выполнено. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!